Всем добрый день! Наша тема называется «Можно ли и стоит ли использовать соду каждый день?» В сети ходит много рекламы о чудодейственной силе пищевой соды. Специалисты утверждают, что ее можно употреблять ежедневно, с ее помощью избавляют от лишних килограммов, излечивают множество заболеваний. Портал самосовершенствования решил проанализировать все «за» и «против» и ответить на каждый вопрос «Можно ли? Стоит ли пить соду каждый день?» И чего можно ожидать от каждодневного ее употребления? Питьевую соду химики именуют гидрокарбонатом натрия или натрием двууглекислым, который при взаимодействии с водой распадается на углекислый газ и карбонат натрия – соль. Используют пищевую соду во многих сферах – в кондитерской промышленности, медицине, химической и легкой промышленности. Также натрий-двоуглекислый применяют при тушении пожаров, так как с помощью углекислого газа осуществляется оттиснение кислорода от места возгорания. Большинство интернет-статей рекомендуют применять соду внутрь, так как она отлично сжигает жировые клетки и без труда помогает сбросить лишний вес. Советую для похудения пол чайной ложки соды растворить в стакане горячей воды и выпить за полчаса до еды. А если добавить лимонный сок, о пользе которого мы уже писали отдельно, то эффект будет двойным. Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться. Помогает ли сода для похудения? Следует отметить, что питьевая сода в воде не растворяется. То есть, попадая в желудок, натрий-двоуглекислый взаимодействует с желудочным соком, итогом служит резкое понижение кислотности желудка. Таким образом, соду применяют при изжоге либо повышенной кислотности желудка. Однако, если изжога беспокоит часто, лучше обратиться за медицинской помощью, чем ежедневно употреблять соду. Желудочный сок полностью нейтрализует соду в организме, то есть с жирами, которые мы хотим растворить, не происходит ровным счетом ничего. При этом, необходимо знать, что жиры, поступающие в организм с пищей, находятся в кишечнике, откуда всасываются в кровь, а не в желудке. Следовательно, питьевая сода, как напиток для снижения веса, не дает никакого прямого положительного эффекта. Внешнее действие соды для похудения также не приносит желаемого результата, так как, принимая содовые ванны, происходит не выведение шлаков и токсинов из организма, а идет простое обезвоживание организма, что чревато серьезными последствиями для здоровья. Что такое сода? Большая часть авторов интернет-публикаций утверждают, что соду можно и даже нужно пить каждый день, что длительный прием внутренней натрия двоуглекислого полезен, так как осуществляется ощелачивание свержимого желудка, также налаживается деятельность определенных органов, при этом не нарушается уровень кислотно-селочного баланса. Следовательно, соду советуют применять при отравлении организма, при дисбалансе кислотно-селочного баланса, при различных видах инфекций, для профилактических и лечебных целей раковых заболеваний и ряда других болезней. Однако, так ли это на самом деле? Существует различие между аптечной содой и пищевой содой. Первая именуется гидрокарбонатом натрия, обладает высокой степенью очистки и отвечает всем фармакологическим требованиям. Назначается строго по рекомендациям врача. В ее состав входит 99,3% двоуглекислого натрия, 0,5% углекислого натрия и небольшое количество сульфатов и хлоридов. Пищевая сода содержит до 99% натрия двоуглекислого, углекислого натрия 0,7%. К остальным входящим в состав веществам относятся сульфаты, хлориды, кальций, железо, мышьяк и иные нерастворимые в воде химические элементы. Таким образом, сода питьевая в значительной степени разнится от гидрокарбоната натрия, применяемого в медицинских целях. Если рассматривать медицинский препарат, то гидрокарбонат натрия является кислой натриевой солью угольной кислоты. Перед применением его растворяют в воде, и при этом большую роль играет температура воды. В случае достижения температуры воды до 50 градусов Цельсия, сода преобразуется в раствор со слабощелочной реакцией. То есть угольная кислота расщепляется на воду и углекислый газ, что абсолютно безопасно для организма. Однако при температурных показателях 80 градусов Цельсия и выше осуществляется реакция, приводящее к сильно силочному раствору, что уже подразумевает опасность для организма. Таким образом, применение медицинской соды без тщательных требуемых анализов самостоятельно использовать не рекомендуется, так как каждый организм индивидуален и единая дозировка для всех не существует. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео, а главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность, всем добра и мудрости, а мы продолжаем. В какой все же воде надо растворять соду пищевую или натрий-двоуглекислый? Пищевую соду рекомендуют растворить в кипяченой воде из крана или очищенной воде из пластиковых емкостей. При этом, если обратить внимание на химический состав воды и систему водоснабжения и ее последующей обработки, то мы увидим, что в ней присутствуют следующие вещества. Кремниевая кислота, формальдегид, полифосфаты, различные хлорорганические элементы, окисленное железо, фтор, хлор, кальций, натрий, соли магния, соляная и серная кислоты, диоксины и множество иных вредных веществ. Вода, разлитая в полимерные емкости, помимо неорганических соединений, может содержать формальдегид, ацетон, бензол и иные химические элементы. Следовательно, химический состав пищевой соды, вступив в реакцию с вредными компонентами водопроводной воды, образует достаточно опасное для организма сочетание. Возникает вопрос, будет ли получен оздоровительный эффект от такого содового раствора и можно ли его применять ежедневно в качестве лечебного напитка? Теперь стоит рассмотреть предполагаемую дозировку внутреннего применения для лечения пищевой содой. Это чайная ложка соды, половина чайной ложки соды и так далее. Слизистая оболочка желудка выделяет пищеварительный сок, который подразделяется на главные компоненты, такие как соляная кислота, бикарбонаты, пепсинониген и пепсин и слизь. Желудок выделяет соляную кислоту, которая должна взаимодействовать только с пищей и ни с чем более, поэтому и вырабатывается специальная слизь, которая дает выход кислоте только в одно направление. Следовательно, слой слизи способен поддерживать нормальный кислочно-селочной баланс, что важно для общего самочувствия человека. Когда сода проникает в желудок, она резко понижает деятельность карбоангидраза, цинкосодержащего фермента, что приводит к приостановке выработки слизи и желудочная оболочка не может защититься от агрессии соляной кислоты. Таким образом, длительное, а тем более каждодневное регулярное применение содового коктейля приведет к возникновению эрозии на слизистой желудке. Как известно, пища перерабатывается в желудке посредством соляной кислоты. Ежедневную потребление соды уничтожит соляную кислоту и приведет к дисбалансу всех процессов в пищеварении. Также научные исследования показывают, что соляная кислота не только участвует в обработке пищи, но и служит как антибактериальное средство. Так нужно и можно ли пить соду для оздоровления? Если кислотно-щелочной баланс в желудке будет выше нормы, что вполне реально при ежедневном применении соды, то паразиты в желудке получат благоприятную почву для размножения, что спровоцирует тяжелое заболевание. Известно, что для организма вредно как большое количество соляной кислоты, так и большое количество щелочи. Поэтому природа позаботилась о том, чтобы организм мог самостоятельно регулировать необходимый ему кислотно-щелочной баланс. Таким образом, единого показателя кислочно-щелочного баланса для содержимого в желудке не существует. Значит, дозировки, указанные в различных интернет-статьях, не соответствуют действительности. Некоторые полагают, что если имеется смещение кислотно-щелочного баланса в сторону повышения кислотности, необходимо употребить натрий-двоуглекислый и все нормализуется. Однако такой метод приведет к еще большему повышению кислотности и нарушению в работе легких, результатом чего может стать пневмония. Стоит знать, что деятельность легких контролируется нервной системой. Нарушение деятельности дыхания вызовет большие проблемы с почками. Следовательно, каждодневное употребление соды спровоцируется отложением кислых солей и закислению всего организма. О том, что лечение содой негативно отражается на здоровье человека, свидетельствуют следующие симптомы. Озноб, отсутствие аппетита, тошнота, рвота, ломота в теле, слабость. Так что если у вас появились подобные симптомы при каждодневном употреблении соды в пищу, то лучше прекратить ее употреблять хотя бы на время. Многие онкологи утверждают, что первоначальные причины для возникновения онкологических заболеваний существуют практически у большинства людей. Даже отсутствие каких-либо симптомов не означает, что организм не имеет предрасположенности к этому страшному заболеванию. Поэтому врачи-онкологи призывают раз в год проходить обследование, чтобы в случае чего болезнь можно было уничтожить в момент зарождения. Раковые клетки очень сильно отличаются от здоровых клеток. Окисление злокачественных клеток происходит без кислорода, что на выходе образует спирт. Тогда как у нормальных клеток спирт окисляется посредством уксусной кислоты, что в итоге дает отличие между кислотно-щелочным балансом здоровых и нездоровых клеток. Если опухоль разрастается, осуществляется отравление всего организма. Чем больше опухоль, тем выше уровень интоксикации. Отравление организма происходит также за счет отмирания старых раковых клеток, при этом не является единственной причиной общей интоксикации организма. Раковые клетки при окислении образуют спирт, что приводит к высокому защелачиванию тканей в области злокачественной опухоли. Таким образом, содовый напиток никак не может применяться для лечения ракового заболевания. Чтобы добиться положительного эффекта, следует обратиться к врачам. А лучше всего ежегодно проходить обследование, ведь тот, кто предупрежден, тот вооружен. Вывод. Не следует самостоятельно ставить себе диагнозы и тем более самостоятельно лечиться. Например, прочитав одну статью в интернете, решая, что вам необходимо каждый день употреблять пищевую соду или другие народные средства оздоровления. Хотя однозначно сказать, можно ли пить соду регулярно, сейчас мы все-таки не можем. Так как есть и немало людей и даже исследователей, которые утверждают, что она им помогает, решает проблемы со здоровьем и повышает уровень свободной энергии лучше любых лекарств. Поэтому нам придется написать еще одну статью с мнениями и отзывами о том, зачем же люди пьют соду и от чего это может помочь. Но в любом случае, прежде чем что-либо принять, обязательно изучите химический состав того или иного продукта. Почитайте отзывы и мнения, чтобы максимально обезопасить себя от тяжелых последствий. Самое лучшее лечение для любого человека – это здоровое психологическое состояние, правильное здоровое питание и умеренные физические нагрузки. Радуйтесь каждому новому дню и будьте добрее и никакая зараза к вам не прицепится. А также читайте чаще наш портал обучения и саморазвития и другие еще более интересные статьи на нем, на оздоравливающую и даже просветляющую тему. На этом все. Мы стараемся быть всегда вам полезными. Всего вам доброго, добра, любви и хорошего здоровья. Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт – портал обучения и саморазвития, где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok